Управление по праце занятостей социальной обороны Гомельска-Харвы-Канкама и областное управление Департамента Державной инспекции працы сегодня провели прямую телефонную линию. На протягу годины можно было отримать отказы на питание по теме оховой працы. Что хвалюет работников предприемства и организации региона, ведают наши корреспонденты. Прамую телефонную линию просвятили Сусветному дню оховой працы, який с 2003 года означается 28-го красавика. Девиз каждый год изменяется, але заусюду он связанный с захованием безпеки людей на вытворчасти, незалежно от формы властности. Проведение промой телефонной линии дозволяет свяжать ситуация на предприемствах, яше далекая от идеальной. Недзе працевников примушают выполнять работы, якие погрожают здоровью. Недзе постоянно затримливают выплату зарплаты. Яше один факт – работников примушают набывать сродки индивидуальной обороны за уластный кошт. Некоторые наниматели даже ставят вопрос, чтобы работник сам себя обеспечил или сам за свои деньги покупал. Тут были разъяснения, что это со стороны нанимателя незаконные требования, и эти вопросы должны решаться в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Но самое важное в этом вопросе, что лица, которые уйдут на работу, должны вернуться домой. То есть на предприятиях организации должны быть созданы условия безопасности труда. Нельзя сказать, что усиняшчастные выпадки отбываются только по вине наймальников. Вельми часто работники сами игноруются в потребовании правилам оховы працы. Але, якой бы не была причина, выник за все досумный. В этом году на Гомельшине загинули на вытворчасти три человеки. Еще больше тревожная леташняя статистика. Особливо, когда проанализовать я ее в целом по краине. Если анализировать несчастные случаи на производстве по прошлому году, у нас погиб 141 человек в Республике. Это фактически каждые два с половиной дня погибает один работник именно на производстве. Травма с тяжелым исходом в прошлом году получилась 710. Опять же, если разделить на количество рабочих дней, то каждый день два человека получают травму с тяжелым исходом. Это очень большие цифры. Звороты, которые поступили на правую линию, на контроле. Управление по праце занятостей социальной обороны Гомельского Гарвы Конкама и областное управление Департамента Державной инспекции працы протягну с мониторных ситуаций. Алексей Сурова, Ольга Коновалова, Евген Макеенко. Телерадиокомпания «Гомель».